Здрасте! Строчки в хату, ритма в радость. Начну традиционно с небольшого посвящения. Арс, прэвис, вита, лонга. Люди, в которых, как тархун в сосуде избыток мужества шипит, простят нам пусть его нехватку, а может даже для порядка отпустят мужество в кредит. В стихи тащил я весь утиль до хлам, от бемоли и до тильды, от круглой скобки до тире, мотался с строками чужими, пытаясь распознать в нажиме тысячелетия на дворе. А нынче чахну я над словом, кощей над серебром столовым, молчание злата в горле ком, и, долу опустив ресницы, держаться пробую границы, где мир становится мирком. Мерка, как марки, марок, морок, взяв в темном баре два по сорок, еще не знаем в этот час, что семь страниц башбы и брани на пыльной полочке в спецхране, все, что останется от нас. Мы прилагательное племя, ошибка в божьей теореме, щенки, что ищут молока, которым путь наполнен млечный, «Жизнь коротка», «Искусство вечное», «И танки быстрые», «И броня крепка». Спасибо. Бывает, выйдешь после пьянки, всем с чем-то там, и люд смурной спешит на войке и таганке, а ты сегодня выходной. В пакете тащишь сыр вчерашний, плюс недопитую с винтом чекушку, и под старой башней к ней жадно припадаешь ртом. Стреляешь парочку пэлмэйлин у встречных офисных стиляг, и день, по сути, не потерян, хотя иначе-то кое-как, но статус-кво ты выправляешь, и мерно кадыком дрожа, чекушку бодро допиваешь спиною к стали гаража. Слезинка в сыре перламутром гудит на золи васлепень, и ты бормочешь с добрым утром. Сегодня вновь великий день. Спасибо. Это следующее стихотворение такое побольше по объему. И, собственно, когда-то очень хотелось начеркать что-то такое, что большое стихотворение, которое содержало бы в себе одну большую метафору, ну, по крайней мере, я попробую. Вот ты, кроха среди даже прочих всех крох, на младенческом что-то лепечешь жаргоне. И моргает глазенок зеленый горох, мать с отцом чемоданы в плацкартном вагоне, расставляют по полкам и стелют белье, подтыкая простынки с клеймом под матрасы. Обустроив дорожное ваше житье, достают из пакетов съездные припасы, хлеба, булку, курятину, пару кусков. Подстаканник казенный, пакетики чая, быт привычный для едущих из отпусков и для прочих, кто мчится в плацкарте, ни чая, ничего от дороги, ни встреч, ни разлук, под кроссворд и колесный размеренный стук. День да день, километров пути вырос счет, так же вырос и ты, и нахальней, смелее ты выходишь, уж страсть к приключениям влечет, порезвиться, и вместо дворцовой аллеи бродишь вдоль по проходу, отважно уча географию полок, как местных окрестий. Под затыльник тут могут влепить сгоряча, здесь картишки кидают, а там интересней, под баянный распев длится речь на банкет, а за ним в торфяном аромате титана проводник обитает, потом туалет и миров горизонт тамбур с ручкой стоп-крана. Этот мир хоть привычен, но тесен тебе, и ты мчишься по рельсам навстречу судьбе. Зверстой верста, семафор, перегон, за окном того вокзал, то пространство нагоя, ты взрослеешь и, выйдя в соседний вагон, там встречаешь внезапное создание другое, так же мчащее в ту же бескрайнюю даль, с тем же пристальным блеском в доверчивом взгляде. Так свивается в миг юной страсти спираль, а так признание для и взаимности ради. На лугах у путей рвутся сами цветы, из груди рвутся слов неуклюжие трели, и ночами колесами меря мосты поезд нчит вас, уснувших все в той же постели, с тем же вечным, забытым до голубизны, неизбывным казенным клипом поездны. Дальше что? Дальше тот же опять перестук пар колесных по стыкам межрельсовым. Ровно, так же плавно сопутствует въевшийся звук вашим дням и ночам, и баюкает, словно возжелал он, чтоб трёма навеки взяла тех, кто вдаль полустанками тихими мчится. И зрачок семафора в окне, как игла, пригвоздившая прочно тебя к той странице в расписании составов, с которой неми. И дрожишь ты при мысли свалившейся резко, будто полка, титан, тепловозов, огни, подстаканник, стоп-кран, чемодан, занавеска, проводничьи рубашки, сатин голубой. Всё не ты, не твоё, не тебе, не с тобой. Сколько длится твой путь? Пятьдесят? Шестьдесят лет, ушедших во тьму за вагоном последним. В ресторане в вагоне ты тычешь в салат, вилкой гнутой за ужином, как и на медне. Допиваешь, зевая вишнёвый компот и, прошаркав в СВ, на привычную полку спать ложишься. Но сон всё никак не идёт. Ты ругаешь года, промоча в тихомолку, наконец засыпаешь. И тихо дыша, обрывая последние нити и струны, выпрямляется в келье купейной душа. И придёт сквозь вагон, чтобы ночью безлунной через тамбура дверь от дороги устав. Тихо спрыгнуть во тьму и покинуть со струны. Спасибо. Вспомни, как здесь было раньше и сравни с тем, как теперь. Хочешь ранить? Рань же, раньше. Хочешь верить? Значит, верь. Телебашня, пруд, проулок, путь трамвайный, гнут дугой. Все приметы тех прогулок остаются там, в другой жизни, что, смеясь, взрывало для забавы воссшу тих. Пять столетий миновало с тех у тех, и с тих у тих. Лето, латаная лента, расползлась на лоскуты. Время выплатило ренту, две разъятые мечты, кучка пепла, горстка мела, сердце пальцем на окне, стыло отпечаток тела на измятой простыне. Слов не хватит, я правою, сонных распугав сорок, как октябрь, шурша листвою, обивает мой порог, как ползет трамвай, гремучий от Печорской к ВВЦ, пассажирами навьючим и замучен. Там, в конце осени, необоримый, что из года в год сулят мудрецы и пилигримы, натолкнется взгляд на взгляд, голос выведет по нотам песнь заевшую. Привет. Хочешь ранить? Рань чего-то. Хочешь верить? Вижу, нет. Спасибо. Закрывающе. Ты недоверчив был к судьбе, все кунштюки ее и трюки, не примеряя ни к себе, ни к окружающим, и в стуке, в дверь ты не видел подоплек эффекта бабочки в киото. Оказывалось, что не рок стучал к тебе, сосед всего-то зашел за солью, гость извне, с соломкой бронзовой пустую. Потом ушел. Наедине ты оставался с правотою, морал листок, глядел в окно, испытывая к миру жалость. Жизнь не казалась медом, но и йодом тоже не казалась. Скорее пылью. От нее ничем нельзя отгородиться. Глаза закроешь, бытие нахально лезет сквозь ресницы. И этой пылью дышишь ты с рождения до преддверия рая, стерешь случайные черты и вновь судьбе не доверяя. Спасибо большое.